Музыка Знаете, мне очень нравится, когда мой полет приносит какую-то реальную пользу. Во время экспедиций, путешествий, исследований, съемок, поисковых работ, помощи кому-нибудь. Вот это все работает только когда куча внешних обстоятельств благоприятно складывается. И тогда появляется задача, которая одновременно полезна кому-то и интересна мне. Ну а если это не случается, если это не так? Вот поэтому эти полеты рекордные для меня это самый простой способ придать этим полетам какую-то цель. В данном случае спортивную цель. И ни от кого не зависеть. Свобода! Первый рекорд был зафиксирован через три месяца после получения Сергеем удостоверения пилота-любителя. Тогда ему сразу захотелось полететь далеко и на практике закрепить знания, полученные в клубе. Тот полет на 7 тысяч километров из Москвы в Якутск занял пять дней и прошел за 39 летных часов. Вертолет еще не был оборудован доп-баками и каждые 500 километров приходилось садиться на дозаправку. Теперь уже обладатель европейской лицензии с ночным допуском и горным рейтингом, Сергей вспоминает, что для рекорда старался не нарушать даже норматива летного времени и приземлялся задолго до захода солнца. Тем не менее, тогда на такие расстояния вертолеты легче одной тонны еще не летали. ФАИ признала тот полет рекордным – впервые после многих лет отсутствия российских летчиков в вертолетном сегменте мировых рекордов. Наряду с успехами на вертолетных соревнованиях Россия стала заявлять о себе и в рекордных достижениях. Позже возникла идея побить рекорды американцев, которые держались 50 лет – рекорды дальности без дозаправки. Один в полете по прямой, другой по кольцевому маршруту. Камера снимает по кадру каждые 30 секунд в течение 8,5 часов непрерывного полета. На счету каждый килограмм. Летит почти тройной запас топлива и система его перекачки. Оба рекорда побитые – один в московской зоне, другой в перелете Москва-Уфа. И, наконец, два рекорда высоты на двуглавом Эльбрусе. Рекорд со 100 килограммами полезной нагрузки и рекорд самого высотного взлета. Зима на Эльбрусе, к сожалению, закончилась, и температура на высоте 4000 метров была всего минус 6 градусов. Сначала с бочкой воды на борту удалось достичь 4029 метров, а после удаления полезной нагрузки на остатках топлива совершить посадку и взлет со склона горы на высоте 4028 метров. Вот этот взлет. По сравнению с выдающимся мастерством других моих товарищей по летному делу, считаю свои достижения вполне обычными. Я был бы, может быть, более достоин этой премии после шестого рекорда, который я так хотел установить вот в этом году. Это соло Кругосветкин на 22-м. И знаете, если когда-нибудь наперекор бюрократическим препоном мне удастся это сделать, то, поверьте, основным стимулом для этого будет желание в полной степени соответствовать этой высокой премии. Субтитры создавал DimaTorzok